Нам довелось взять примерно 50 интервью у представителей нашего народа российского, но они все были специалистами, принимавшими решения по реформам 90-х годов. То есть непосредственно, начиная от Егора Гайдара и Сергея Алексашенко до других людей, кто действительно принимал свои решения, было очень интересно посмотреть, как они видят этот мир, этот мир 90-х годов. И выяснилось, что они видят его совсем не так, как молодое поколение. Если я правильно понимаю, то в частности ваши исследования позволяют оценить изменения мировоззрения у разных поколений через различия в их исторической памяти. Это изменение мировоззрения, несомненно, связано с изменением условий жизни, возможно, с политикой правительства, государства или оккупационных властей. Видно ли это? У нас в Польше был небольшой проект вместе со студентами. Проект этот был посвящен так называемому поколению. Это поколение, которое в польской общественности имеет определенную нагрузку, потому что их рассматривали как детей Папы Римского, или как последних детей, которые родились при коммунистическом режиме, а теперь переживают новую жизнь. И в Варшавском университете возникли группировки этих детей. Они назывались «Одень поколения нет». И мы хотели понять, что это означает подобное поколение, с которым связана подобная семантическая нагрузка. И возникло в один вопрос, прежде всего, что такое поколение. И мы смогли достаточно быстро констатировать, что поколения определяются не годом рождения, а тем опытом, который оказал на них влияние. И определяются, исходя из этого опыта. Классик Карл Мангейм предложил социологическую теорию, и он говорил о том, что вообще существование некого поколения это скорее исключительный случай, потому что все это зависит от того, что целая группа во время своего становления, в молодые годы, оказывается в особой исторической ситуации, в ситуации перелома. И, так сказать, старые ценности перестают действовать, и они попадают совершенно в новую социальную и общественную ситуацию. То есть это такое философское понятие, и, во всяком, но, тем не менее, для поколенческих исследований это, тем не менее, очень важно. И в связи с нашим случаем нет особого поколения, есть поколение, есть группа молодежи, которая исследовалась как подобное поколение, которое часто было из молодежи профсоюза «Солидарность», которая таким образом была организована. И мы заметили, что... Да, мы проводили с ними интервью, которые родились в эти годы, и эти интервью, как правило, были довольно безрезультатными. Они говорили, что... Ну, я, в общем-то, вообще не помню о социализме, о коммунизме. Я помню о том, что рассказывали нашей семье о коммунистических годах. Но... И я помню о нормальной ситуации сегодня, о моих поездках за границу, о моих проблемах с учебой, о каких-то своих любовных историях и так далее. Но я никогда не замечал, чтобы мы были какой-то группировкой, у которой есть особый, четко сформированный профиль. Но с моими родителями ситуация совершенно иная. Те, кто тогда были молодыми, но уже взрослыми людьми, они переживали определенную особую ситуацию. У них была миссия. Они воспользовались новыми социальными шансами, которые возникли в 90-е годы после караха коммунизма. А сейчас все эти шансы уже упущены, потому что они заняты теми людьми, которые этим шансом воспользовались тогда. Ну, так сказать, если все это упрощая, излагать. Потом мы начали опрашивать более пожилых людей, людей постарше, и оказалось, что это гораздо более интересно, потому что они в своей жизненной истории пережили эти драматические события, и вдруг возникла определенная поляризация в этих историях. Потому что не все выступали за солидарность, и не все здесь выступали против ведения советских войск, там были и особые элементы, там была гораздо большая напряженность между левыми и правыми группировками. А в 90-е годы это напряженность несколько спала, это были продукты распада солидарности. То есть, что я хочу сказать. Я считаю, этот вопрос о поколениях, о волнах значения, которые возникаются в результате социальных переломов, мне кажется, это вопрос через все это плодотворным. И мы старались во время нашего интервью в Восточной Германии, которые проводились еще во время существования ГДР, в значительной своей части, мы старались обратиться именно к специфическому опыту конкретного поколения, потому что было понятно, что в ГДР не удалось создать какие-то межпоколические социалистические ценности. Там был абсолютно разный опыт в зависимости от шансов на социальную мобильность. И если взять молодежь Третьего Рейха, старые коммунисты считали, что их еще можно береговать, но более поздние поколения не восприняли этот опыт, они были воспитаны уже в иных условиях, примерно так же, как и молодые люди в сталинское время и затем молодые люди в брежневское время. Это была как бы такая пластина, которая разделяла общество, значительные верности режиму и определенная блокада для последующего поколения. То есть у меня было такое впечатление, что поколенческие вопросы чрезвычайно плодотворные, если брать историю социализма. Вы, в частности, говорили о том, что есть разный опыт. И если открыть, так сказать, определенные исторические этапы изменения в 90-е годы и спросить у молодых людей, какой у них опыт, то мы увидим, что молодые люди же не принимали этих решений. И здесь будет ситуация такая же, как и у моих польских студентов. Когда я их спрашиваю, как вы это воспринимали, он говорит, а я, собственно, ничего и не пережил тогда. Тут важно брать людей, которые были в более-менее социально зрелом возрасте по восприятию и по своим действиям. Совершенно необязательно, что этот вопрос задается с точки зрения поколения. Могут быть вопросы и межпоколенческого характера. Если вспомнить мое поколение, поколение детей войны, то у нас, конечно, были вопросы, которые мы задавали нашим отцам, а то, что они нам рассказывали, мы не хотели слышать. Они хотели нам рассказать историю про войну, а мы хотели обсуждать с ним вопросы морали, не в последнюю очередь, потому что мы как раз чувствовали свое моральное превосходство, мы были как бы хорошими в этой истории. И здесь, вы видите, при постановке подобных вопросов возникают значительные межпоколенческие коллизии, но они не необходимы, а что необходимо, это самая рефлексия интервьюера в отношении того, что вы с точки зрения своего культурного бэкграунда привносите в тот диалог, который вы организуете. Я уже говорил о том, что здесь важно выделить субъективность историка из этого интервью. Если мы пытаемся эту субъективность просто вычеркнуть и представить это интервью как псевдообъективное, то это самая крупная ошибка, которую можно сделать. Я говорил об определенной результатности этих интервью, с студенческой организацией, которые они сами у себя брали, потому что мне лично было не очень интересно, или не было не очень интересно, что они выставили у своих сверстников. Однако, как только они начинали брать интервью у людей на 10-20 лет старше их, они вели себя совсем по-другому. Такое ощущение, что у них было чувства, будто они сталкиваются с огромным количеством разного опыта, опыта отличного от них, опыта, о котором имело смысл рассказывать, в то время как они как бы с самого начала соглашались с царевшим тогда режимом, и они не могли достаточно дистанцироваться, они не могли распознать определенный посыл в этих интервью, поэтому вы считали, что это неинтересно. Я бы не стал ссылаться на каких-то учителей. Нет, возможно, здесь речь идет о том, узнают, когда они здесь интервью, что это новое или нет.